Наиболее запомните этот стих. Коротенький. Радуйтесь с радующимися и плащи с плащущими. Нам известно радость и известно слезы. А о чем он говорит здесь? Если бы это просто на улице кто-то сказал, тут понятно, радуйтесь. А что приезжает какой-то знатный человек, или цены по неделю, мир. Ну много радости на земле. Однажды было, что церковный человек сказал, ваши безбожные радости, это наши радости. Не знаю, но кто-то сказал, митрополит Сергий Старогородский. Слова совершенно бессмысленные. Будущий советский ставимский патриарх. У них радость была какая? Убивать верующих, разрушать храмы, закрывать монастыри. Как это нашей радостью может быть? Тут же безоговорочно было. Ваши безбожные коммунистические радости, это и наши радости. Мы такие патриоты. Это неправда. То, чему мир радуется, мы там плачем. А где мы радуемся, они печалятся. А где радоваться надо? Надо учиться. Возьмите. Возрадовался я, Завы говорит, когда? Никогда царем стал. А когда сказали мне, пойдем в дом Божий. Это осталось в стиле. Почему? Храм у нас объединяет. В храме совершается таинство. В храме звучит слово Божие. Это должно быть. Если этого ничего нет, это не храм. Радуются на небе ангелы. А когда? Мы не знаем, что там они делают ангелы. Ясно, что они не спят, не постятся. Но радуются. Когда? Об одном грешнике. Найденная драгма, найденная овца. И на небе радость бывает. Вот это наша радость. А почему там они радуются? Блудный сын вернулся домой. Я вам вчера говорю, как нашу сестру выгнали, она прах отрисала. А уже полную неделю прошло, ее звали. Нынче должно быть там крещение. Но Бог так все делает необычно. Воды нет в нашей колонке. И они приезжают сюда сегодня после службы, и у нас будет крещение в нашем селе. Просьба одеть совсем по царковной форме, как есть. Приди на это великое торжество. Не прячьтесь. Вы старайтесь сюда заходить. Даже в притворе царковном находятся оглашенные. Не стойте там. Это ты сам себя уже опущил, или что-то внутри тебя есть. Какая у нас радость? Радость обращения, радость свидетельства. Радость приобретения новой души для Бога. Мы не знаем, повторяясь, что будет дальше. Это знает только Бог. Это сокрытость. Но мы знаем, сегодняшний день дан для того, чтобы мы прославили Бога. И в этом наша радость. Есть такие необычные выражения. Слезы радости. Слезы это же горе. Но они к радости относятся. Человек не может удержаться от радости. У одной матери у ума дитя. Она в великой печали. Святой воскрешает. Она от радости кужом на два. Сын растет, а ее похоронили. Вот как бывает. У меня в жизни были радости немаленькие. Есть и печали. Большие радости, когда долго ждешь что-то. Я еще не встречал ни одного человека, который бы стой молился, жертвовал милостыню, работал для того, чтобы вернулся Александром Сталженицын в Россию. Я этим занимался много лет. Сделаю печку. Бабушкам говорю, печь стоит 35 рублей. А у меня месячный оклад был 70. Полмесячного оклада. Полублевого церкви. Раздавайте, чтобы брат Александр вернулся. Я не говорил, кто. Он вернулся. Я все время молился о крушении тоталитарного, сатанистского советского режима. Чтобы эта партия преступников, бандитов ушла от власти. Она, хотя бы официально ушла. Разбойники. Почти 100 миллионов голов отрубили. Какая была радость. Империя лжи, империя зла рухнула. Это радость. И на небе раздался глаз радости. Пал, пал, Валилан, великая блудница. Это Валилан Дух. Радуйтесь. Пленные возбращаются домой. Мы были как бы видящие во сне. И народы говорили, неужели это с ними Бог сотворил, когда мы считаем, что мы. Народ возвращался из плена. Стали реабилитировать невинные жертвы. Стали строить храмы. Как же было не радоваться. И вдруг мы видим, совсем пошло все не туда. Без слова Божия. Храмы стоят в кустыне. Это уже сегодня понимают церковные иерархи. Мы думали, всегда будет так. Народ вынул в храмы. Никого нет. Почему? Появились сразу чекампи, иеретики, баксисты. Кого-то их не было. Они работают. И нам не злиться надо на них. А учиться у них. Мне этого попросить не могут. Как отверстили учиться у чекампи? Да так, что они души нас в этом вопросе. Они в Библию руках держат. Они проповедуют. Они загнувшие. Они не знают пути спасения. По-настоящему. Они не церковь. Но в этом вопросе надо поучиться. Когда Библию открываешь, какая радость? Это Бог говорит со мной. Ты хоть три секунды закрой глаза. Мысленно представь. С неба струится поток неизвещенного поворского света. И с нами говорит Бог. Это Сын мой возлюбленный. В Нем Мое благоволение. Где радоваться? Мы даже ведь не знаем, как, ну радуется, Божь вернулась. Или приехали родственники, внучаты. Ну это радостно все-таки. Но если они безбожьи, не радуйся множество негодных детей, если с нами говорить, не радуйся. Это хворост под котелок. Вот что ты вырастил. Надо научиться знать, где печалиться. Для меня нет больше радости. Один человек сказал так. А мы за ним повторяем. Как слышат, что дети мои ходят в истине? Возлюбленный ученик Христа Ян. Вот человек не знал еще, но он узнал. Сегодня они приехали, приедут сюда. Нет больше радости. Конечно, радости, когда долго ждали тебя. Оно родилось. Отца поздравляет. А Еревея говорит, будь проклят день. Когда человек прибежал к отцу моему, сказал, родился сын у тебя. И обрадовал его. Как Ева об этом говорит. Да не зайдет свет над этим днем. Какой печальный дом у меня был. Зачем я родился? Лучше бы я был с выкидышем женщины. Вот какая бывает печаль. Как будто бы радостный. Для меня сегодня тоже радостный. Для меня каждая книга это рождение нового дитя. И сегодня я получаю новый дом. Опять радость. Почему там Слово Божие? Через эти книги многие находят путь. Многие. Мне отсюда звонят, узнают. Из Испании один позвонил. Я вашу книгу начал читать. А я уже у баптистов был. Я сразу вернулся в православие. Представляете, какая глупая радость. Это просто надо почувствовать, что голос Божий достиг души. Я-то всего лишь сосуд здесь. И вы учитесь радоваться с радующими. Это не подыскивать, а что-то не так сказано, не нравится. Тебе не нравится. Но это не означает, что ты можешь доказать правоту. Ты докажи ее. Конечно, я говорю страшные слова. Что монаши вспоминали в том, что не было проповеди. Возникло мусульманство. Но это так. Об этом сегодня пишут за детство церковное. Об этом говорите патриарху уже. Все понимают. Но только они опоздали. Опоздали немножко. Напиши 400 лет. В первом послании Калининском 12.26 Павел говорит, почему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. Но один дух болит, но остальное-то все у тебя нормально, хорошее. Болит, все тело болит. И вот одному кому-то тяжело поскорбить вместе с ним. Мы не можем искренне до конца проникнуть в собой в человека, которого укусила акула в Австралии. Но тот, кто рядом, его больно. Почему нам не передается? Почему мы не скорбим вместе с ним? Вот твоя хороа болеет, а нам это больше больно, если бы весь австралийский континент исчез. Потому что я здесь. Не вижу, как брату тяжело. Поскорби, помолись. Ты не знаешь, что? Помолись. Вчера звонят, что мы приедем. А вот мы молились. Нам сообщили уже, они подселись в пятницу полвосьмого. Мы молились. Они говорят, и мы заметили. Необыкновенно легкая молитва у нас была. Так легко было молиться. Почему? В общем, потому что мы нашли молитву. Люди радуются. По-разному все и ты. Второе в Корейшем 11-21. Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал. Кто соблазняется, за кого я не воспламенялся. Я пояснял этот стих. Воспламенение, внутренняя температура, все меняется. А человек соблазняется, отходит, поступает неправильно. Я смотрел на шейки, которые батюшка привез в Греции. Моя душа истомилась. Я сейчас снова возвращаюсь, только руками всплеснешь. Какая же это мера? Езищество, белой могилы. Ничего больше нет. Проповеди нет. Возрождения нет. Молодежь не обращается. Стоят паломники, ходят в кладбище, храмы. Христа вообще нет. Как будто бы вообще Христа нет. А Христос послал подвоем. И объясняет подвоем, чтобы не так страшно было. Да и не помогло, чтобы многие места были. Мы думали, ехать, сегодня мы туда не поедем. Брат едет всего лишь на мотоцикле. Там не везут. Остальные все оказались на картошке. Еще раз сказали. А хоть один придет, мы не имеем права оставить его без присмотра. Поэтому посланники наши будут завершать. Сегодня в Шарщине. Об этом надо молиться. А наше время будет на следующий воскресенье договориться. Мало того, заведующая Савазовы звонила другим, чтобы пришли. Но у них сегодня копка. Ну не так, как мы замыслили. Но и этому по радости расположение сохранилось. Чтобы сохранить доброе расположение, я каждый раз появляюсь и дарю книги. Это нельзя, это никакая книга. Это самый ценный подарок. Через книги легко заводить знакомство, расположение людей. А ты ничего не можешь этого сделать. Молись. Чем-то можешь. Помоги какой-то лекции. Доброгорно дающего Бог любит. Итак, тут нажал на меня. Я не жал, я сказал. Вот она говорит. Доброгорно дающего любит Бог. Мы с тарелкой не ходим по храму. Положишь, не положишь. Десятина это строго обязательно. Иначе это уже за пределами церкви. А остальные эти две десятилетия ты можешь давать, можешь не давать милость. А не можешь все в утробу себе сложить. У меня еще есть одна молитва. Чтобы радость наступила при моей жизни. Но ее пока нет. Чтобы Красную площадь освободили от смердящего трупа. Величайшего преступника всего человечества. Человек на совести которого миллионы погрубленных душ. И он лежит, смердит и не могут никак убрать его. Уходящий президент сказал, что это моя большая ошибка, что я не убрал его. Трупа поклонники. Но это все в нас. Значит он для чего там нужен? Я молюсь об этом, но видимо мне не дожить. Говорят, строят пантеон, скоро уберут другое место. Но это скоро растянется может на годы. Второе к Коринфянам 2.3. Это самое и писал я вам. Вы приедете огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться. Ибо я во всех вас уверен, что моя радость, есть радость и для всех вас. Я эти слова апостола Павла адресую к вам. Я хочу, чтобы моя радость сделалась и вашей радостью. У нас опять радость, что сходили в университет, и рестор, и в проректор, все расположенные. И опять нам ту же аудиторию дали. У нас все идет, как было намечено. Это Бог так делает. И епископ пытался решать, посылал с бумагой, чтобы нам отказали. И они не пошли в руководство, хотя они с ними вместе это Бог сделал. Скольким людям еще будет радость в том помещении, где мы ведем занятия? Порадуйтесь вместе с нами. Вот сейчас трудность восстановить нам интернет. Что-то там не ладно. Книги не добавляются новые. Работает брат Алексея. Помолитесь тоже. Не просто все оказывается так. Я говорю, кто там в главе, там книги подали ему. Ведь речь идет от тысяч, десятка тысяч людей, которые входят в наши книги. Так вошедший, он не один это считает, он другому дает. Оттуда можно только сразу скачивать, называя книгу. Даже не получая. Но она в другой, в электронной версии. Но время пришло такое. Я говорю такими словами, которые апостолы не говорили. Но время пришло. Видите, с какой скоростью распространяется слово Божие. Видел ангелы, который летел по небу, унес вечное Евангелие. Ну вот, может, это как раз и есть по эфиру распространяется вечное Евангелие. Деяние 11.23. Он прибыл и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним смертным. Благодать Божия заключается в обращении людей. Вот это и есть благодать. И возрадовался. Когда люди обращаются, располагаются, умейте радоваться. Скажи, это ответы на мою молитву. Евреям 13.3. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах. И сразу же, как и сами, находитесь в тебе. Благо, Феодио нас не сажает. В Китае сидят христиане. В других странах. И их надо помнить. Они страдают за имя Господия. В других странах мусульманских, где если кто-то проповедует, и если человек отойдет от мусульман, то сразу к одням, у них один закон. Сразу к одни. И все равно идут и проповедуют. Истария 66.10. Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нем, все любящие его. Возрадуйтесь с ним радостью все, сетовавшие о нем. Бог возвращает к Иерусалиму пленников. Если Господь начнет сегодня работу через проповедников, православный церковь может еще ожить. Хотя внутри меня веры почти нет. И чуть-чуть где-то мерцающая. Потому что священники борются не за Слово Божие, а против Слова Божия. Конкретно, прямо, даже не то, что мои книги, а Евангелие, привозят новые заветы, и они воюют, чтобы никому не давать. До такого мы ужаса дожили, как во времена ефесских отроков. Епископы перестали видеть воскресенье из мертвых. Перестали. И Бог воскресил отроков, которые 300 лет спали. И они начали доказывать. Не Библии доказывать, а чудесами. Ио 2.11. И услышали трое друзей Ио во всех этих несчастьях, постигших его. И пошли к каждой своего места и сошлись, чтобы идти вместе сетовать с ним и утешать его. Где несчастье случилось, пожар, горе какое-то. Спешите узнавать, помогать. И просить Бога, чтобы Бог утешил этих людей. Видите, это были князья, они издалека пришли, услышав о беде Ио, что Бог отнял у него все. Самый богатый человек Востока, написано, богаче всех был. И вдруг все, Бог отнял. Детей, десятеро детей в один день погибли. Дом разрушен. И сам покрытый проказы за городом, где-то на навозной куче один сидит. И они пришли, и семь дней молчали, а только смотрели на него, плакали и вздыхали. Слова вздревали в гортане. И дальше появится эта книга, которая научит нас, как нужно достойно переносить скорби. Скорбеть со скорбящим. Говорят, а что лучше, легче, радоваться с радующимся или скорбеть со скорбящим? Скорбеть намного легче. А вот когда у другого радость, человек по-другому смотрит. А почему у него, а не у меня? Говорят, во всех странах мира так, что усят детей, смотри, вот у него соседа, видишь, что есть сынок. Поднапряжемся. Заканчивай скорее университет, ты будешь мне здесь помощником, фермером. Мы тоже поднимемся на ноги. А у нас не так. У соседа сдохла корова, в сумку вторая сдохла. У нас, чтобы, если я бедный, чтобы он такой же стал. Это называется менталитет русского совка. Мы не понимаем, что тому плохо, который мне, а поразить-то плохо. Богатый сосед, это и мне хорошо, он чем-то поможет. У соседа радость, и она на меня распространяется, эта радость. Иоанн 11, 19. И многие из иудеев пришли к Марсе и Марии утешать их, печать, а братцы, а братцы их. Это принято во всех народах, особенно у южных это распространено. Если свадьба, гуляет полгорода все вместе, если какая-то печаль, все идут и идут непрерывно. Иоанн 11, 33-35. Иоанн. Иисус, когда увидел ее плащащую и пришедших с ней иудеев плащащих, сам воскорбел духом и возмутился и сказал, где вы положили его? Говорят им, Господи, пойди и посмотри. Иисус послезился. Какое мягкое слово. Как все говорили, как он любил его. И он проследился, значит и слезы допустимы. Если Господь проследился, то нам это ему не будет поставлено. Но наши слезы, это слезы радости. Человек идет сразу к Господу. Это не то, что тогда, когда Лазарь. Лазарь умер и пошел в преисподние места. Лука 11, 58. Мы услышали соседей и родственники ее, что увеличил Господь милость свою над нею и радовались к нею, что долго не было детей, рождается. У кого горе и печаль, дети не знают Господа, назначьте пост. Призовите друзей, если у вас друзья есть. Скажите, давайте определенный день будем молиться. А что он может разве обратиться? Блаженный Августин. Распутный человек. Можно сказать, кутежник. Она плакала и плакала. И наконец она его нашла. Она просился к Богу. И тогда вдвоем они учили, и ремонтировали от отца. И отец обратился. И отец сказал, епископ обучил. Чудо-то какое. Она очень любила Господа, святая Моника. Вот пример женщины. Лука, 15, 57. А найдя, возьмет ее на плечи своей радости. И придя домой. Созовет друзей и соседей. И скажет им, порадуйтесь со мною. Я нашел мою пропавшую отцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся. Неже на 99 праведниках, не имеющих, жду их покаяния. Ниемя 1, 4. Услышав эти слова, я сел и заплакал. И печален был несколько дней. И постился, и молился перед Богом Небесным. Когда он услышал, что в Ренусалиме, что храм разрушен, что жертвы не приносятся. А в церковных делах плакать, молиться сегодня кто-то отбудет, как Еемя молился. И несколько дней. А он занимал большой государственный пост. Все оставил. Какая печаль? Я православный. Моя печаль должна быть самая большая православие. А у меня нет печали. Я говорю это, стараюсь делать и вижу, как будто все сотлело, все пропало, окончательно ничего невозможно. Все-таки священники должны заниматься этим. Они не только не занимаются, они вылавливают слух даже, где кто за этим занимается. Только оно, кови, лады, службы, богослужения, службы, больше ничего нет. Это монастыри. Ну, свого не сеются. И осенью ты придешь на поле с пустынь, мешком и с пустынью уйдешь. Серьез не было посеяно. Филиппийцам 2.17. Но если я и соделаю жертву, и зажертвую, и служение веры ваше, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. Апостол Фаэл, когда готовился в Иерусалим, и знал, что его там арестуют, и будут бить, и посадить, то люди все упрашивали, плакали, на шею ему бросались. Он говорит, что вы сокрушаете сердце мое? Я умереть готов. И они успокоились. Видимо, так уж Богу угодно. Ладно. То есть радость Павла была такая, что ее трудно было принять. Ему страдать, а люди так сострадали. Они понимали, кого они лишаются. Они ни одного вопроса больше не разрешат. Послание не получат. Противы не услышат. И они рыдали. И он их всех заставил замолчать. Присоединитесь к моей радости. Можили они радоваться, когда он был казнен. А написано, радуйтесь. Филиппийцев 2.18. А чем радуйтесь? И вы. Радуйтесь и сорадуйтесь мне. Филиппийцев 2.26. Потому что он сильно желал и всех вас. И тяжко скормил о том, что до вас зашел слух о его болезни. Болезнь непростая была, а его мучили во время ареста. И он скользил, что люди из-за него печали. Филиппийцев 2.28. Почему я скорее послал его, чтобы вы увидели его снова? Возрадовались. И я был менее печален. И какая связь? Услышали, они печали, и Павел с ними печалился, и посылает кого-то возрадоваться. Вы о нем печалите, да он живой. И не сходи, да я не домогаю. Сходи. Не показывая своей болезни, пусть они порадуются. Вся община болела, что их сотрудник, от них постный Павлу, лежит на постели. Вот как мы должны понимать, один член болеет, все болеют. Один радуется, все радуются. Об этом надо просить молитвов. Научи нас, Господи, истинной радости. Истинно правильно переносить печаль. Салматевец 34.13.14. То есть я во время болезни ходивался во векище. Изнурял постом душу мою. И молитва моя возвращалась в недра мою. То есть я молюсь, и опять повторяю ее, и плачу. Я поступал, как бы это был друг мой, брат мой. Я ходил с корбой, с повившей головою, как бы оплативающий мать. Какое все-таки сердце Давида было доброе. Какую он песню воспел на смерти Анафана Саула. Как он заботился о детях врага своего царя. Но когда я спотыкался, гонители мои радовались, рукоплескали, пришел у него день погибели, чтобы этого не было. Даже если самый лютый враг падет, и тогда не радуйся Богу, будет это неугодно. А ты скажи, Господи, какое несчастье подкинуло его. Прости меня, что я не сумел влогами ему помочь. Будем просить у Бога умение радоваться с радующими, и такую радость другим заставлять. Не молчите, когда есть истинная духовная радость. И не прячьте скорбь свою внутри себя, потому что легче скорбь переносить, когда себя почувствуют. Возвещайте и другим. И скажи, меня Бог посетил печалью. По грехам моим, или для прославления своего имени, но я благодарю его. Порадуйтесь со мною. Аминь.